Добрый день! Я рад нашей очередной встрече и хочу сегодня поговорить об очень важной стороне не только постного периода и жизни в эти шесть недель, предваряющие седьмую, страстную седмицу, но и о очень важном моменте и стороне человеческой жизни вообще. В середине поста отмечена особыми днями, когда из алтаря торжественно выносится крест и полагается на налое для укрепления верующих, совершающих поприще поста. Что такое крест? Для нас, для православных христиан, крест есть утверждение нашей надежды. Крест высится над каждым православным храмом как свидетельство победы крестной, то есть самоотверженной, всецелой, совершенной божественной любви. Ибо Сын Божий искупил грехи человечества. Мы взираем на крест с упованием, с надеждой, с любовью, но причастны ли мы этому подвигу, крестоношению? Вот Бог устроил так, что каждый человек в своей жизни несет свой крест. Ведь нет никого и не может быть, кто бы не испытал каких-то скорбей, болезней, огорчений. Жизнь человеческая сопряжена с этими испытаниями, или, как говорится на церковном языке, искушениями. Да и сам Христос сказал, что невозможно не прийти искушением. Почему так? Потому что в нашей жизни мы часто встречаем то, что называется грехом. Иными словами, встречаемся со злом. И вот преодоление зла, то есть грехов, страстей, немощей, и представляет собой подвиг крестоношения. Мы часто воспринимаем все скорбное, встречающееся на нашем жизненном пути, неправильно. Мы думаем, что это не заслужено, что мы достойны только благ, только хорошего, только веселья, только наслаждений. Но есть удивительные слова в Священном Писании, что в скорби сердце человека делается лучше. Действительно, очень часто можно заметить, когда человек получает все потребное для жизни, он забывает не только о Боге, но и часто забывает о ближних своих, забывает о милосердии и начинает жить эгоистично. И отрезляет нас не что иное, как, прежде всего, скорби, болезни, испытания, трудности. И они, оказывается, нам, в общем-то, очень нужны для нашего собственного блага. Часто мы думаем, что страдания есть нечто несообразное нашей жизни. Это, с одной стороны, так, а с другой, совсем не так. Почему я могу так утверждать? Да, потому что, конечно, человек был создан Богом для блага. И когда еще не совершилось грехопадения, не было скорбей, не было трудностей, не было печали, не было болезней, но человек согрешил. Через непослушание заповеди Божией отпал от этой благости и вернул себя сам вдоль изгнания. В ту область и в ту землю, которая называется в Священном Писании, в Библии, действительно, юдолью изгнания. Эта земля стала произвращать тернии и волчцы, сорные травы, а не только благоуханное растение, которое Бог насадил для человека в блаженном раю. Славянское, церковно-славянское слово «страдание» имеет очень глубокий смысл. И он отличен от того, что мы привыкли вкладывать в это слово на современном русском языке. Вот на самом деле подлинный смысл слова «страдание» — это не бессмысленное, непонятное, безмерное мучение. А идея подвига. Между прочим, такое слово старинное, как «страда», то есть время труда, земледельца, который выходит в свое поле, чтобы собирать его урожай, и трудится в поте лица своего, чтобы каждый колосок оказался собранным и попал в жительницу. Вот это слово передает, в известной степени, эту идею подвига, глубокой душевной работы. А мы часто утеряли эти краеугольные понятия, которые, в общем-то, являются чрезвычайно важными для каждого человека, и неотъемлемы в жизни каждого из нас. И вот середину поста церковный устав отмечает такими особыми днями, когда посредине храма лежит, находится крест, как символ подвига, который принадлежит христианину. И, конечно, этот подвиг не ограничивается неделями Великого Поста. Конечно, подвиг крестоношения, подвиг жизни во Христе, подвиг совершения заповедей, любви к Богу, ближнему, терпения, целомудрия, чистоты, доброты, он отмечает, должен отмечать жизнь каждого из нас во все дни нашего бытия. Потому-то православный христианин носит крест на своих персях, то есть на своей груди. Он так называется — на перстный крест, то есть фактически на сердце. И когда мы начинаем стараться жить по заповедям Божьим, мы вдруг обнаруживаем, что это трудно, это нелегко. Но в этом заключен тоже глубокий смысл, потому что, как говорит Василий Великий, Иоанн Златоуст, многие святые отцы, закон человеческой жизни не приложен. Все хорошее мы получаем, обретаем с великим трудом. А все плохое оказывается часто беструдным. Действительно, достаточно оступиться, если ты сходишь на какую-то высоту, и вдруг, мгновение ока, и оказываешься уже лежащим, ниц, или еще хуже, разбившимся. А восхождение всегда совершается ступенью за ступенью. То есть потребен труд, потребно рачение, усилие, чтобы это добро мы истяжевали действительно с трудом. Почему? Да потому что только тогда мы будем знать этому добру цену. Только тогда мы будем ценить это благо и беречь его. И не растратим бессмысленно и бездумно. Есть еще непреложный закон, который не знает исключения. Чем человек лучше, чем он чище, чем он добрее, тем ему труднее жить. Вот казалось бы, в этом, может быть, кто-то усмотрит несправедливость. А на самом деле здесь заключена глубочайшая закономерность и даже истина. Почему так бывает и почему закон этот не приложен? Да потому что в мире существует зло, привнесенное человеческим грехом. И вот не случайно есть такие слова. Мир лежит во зле. То есть то, что мы часто наблюдаем, неправду, эгоизм, нечистоту, корыстолюбие, злокозненность, обман, зависть. Увы, довольно часто это приходится не только наблюдать, но даже испытывать в жизни. Я думаю, что каждый человек в той или иной степени такой опыт скорбей имеет. Так вот, наша жизнь — это путь. Путь, к которому мы должны прийти ко Христу, ко спасению, к благой вечности, к Царству Небесному, к Богу. И чем человек ревностней стремится идти по этому пути, чем он больше усилий предпринимает, тем больше сопротивление среды. Это подобно тому, как, если мы войдем в реку и будем стараться идти вверх по течению, к истоку, чем мы будем пытаться быстрее идти, тем больше сопротивление течения, среды, воды мы будем ощущать. Но так и в жизни. Кстати, некоторые народы сопрягают с этим законом бытия и некоторые свои мифы. Вот, например, в Японии карп почитается священной рыбой. Почему? Потому что она всегда идет против течения, то есть к истокам. И мы должны, человек, в этом потоке жизни человеческой, сопряженной с многими трудностями, стремиться идти к истокам. Это невозможно без крестоношения, без верности Богу, без преодоления трудностей. Я желаю каждому из нас усовершиться на этом пути, достичь этой вожделенной цели, измениться к лучшему, стать добрее, чище, благородней, наполнить свою жизнь настоящим смыслом и благом. И Господь обязательно подкрепит в этом подвиге и поможет своей благодатью нести крест, который будет не бременем, а наградой Божьей помощи. Субтитры создавал DimaTorzok